Поспешное решение, принято одним из водителей, вызвало цепочку аварий на пересечении улицы Ибрагимова-Воровского. Там столкнулись четыре машины. Вероятного виновника большинство участников происшествия определили сразу. Однако мужчина, чьи действия, по мнению остальных, и привели к столкновению автомобилей, свою вину признавать не спешил. Почему? Попыталась выяснить Динара Камалова. Три машины говорят то, что мы правы, и говорим то, что ты не прав. Ты хочешь сказать то, что ехал на зелёный, да? И мы все олени остальные. Единственное, в чём согласились все водители, то это как произошёл удар. Разногласия возникли сигналом светофора. Водители трёх машин утверждали, что Рено Дастер выехал на запрещающий свет. Но соглашаться с этим мнением владелец французской иномарки не спешил. Мужчина пытался доказать, что выезжал ещё на разрешающий сигнал светофора. Дождался, когда проморгается. Начал движение. Нет, нет, посмотри внимательно, посмотри, как работают светофоры, и посмотри на регистратор. Там ярко, красно горит, прям видно. Ну вот посмотри, что, регистратор подделали, что ли? Чтобы снять все вопросы, автомобилисты продемонстрировали запись с видеорегистратора. Вот со стрелки он выезжает. Опа! О, конечно, чё! Чисто красно, вообще! Судя по записи видеорегистратора, Рено Дастер выезжал на перекрёсток с улицы Воровского. В это время с улицы Ибрагимова двигался БМВ. После столкновения немецкий автомобиль пробил металлическое ограждение, а французскую иномарку отбросил на Hyundai Solaris. Туф, в свою очередь, по инерции оттолкнуло на Chevrolet Lachette. Ощущение под 80, он летел. Никто не пострадал? Нет, пострадавших нет. Подушки сработали, да, всё нормально. Если водители Рено признают виновным, то, скорее всего, мужчине придётся не только вложиться в восстановление своей машины, но и оплатить ремонт других автомобилей. Выполок страховой компании на покрытие ущерба явно не хватит. Зинарка Малвайрат Називов, Константин Бушуев. Вызов 112.